Здравствуйте, уважаемые подписчики, смотрители и просто любопытные, которым интересно посмотреть, что же происходит на канале под названием «Палец-сигнал». Итак, путешествуя по необъятным просторам интернета, я как-то случайно нашел такую интересную довольно-таки статью, которая называется «Плюс шаризация интернета» или под заголовок «Как работают политические видеоблоги». Но это про нас с вами, можно сказать, хотя не совсем. Мы еще обладаем такой маститостью, как Анатолий Шарий. Вы спросите, кто такой Анатолий Шарий? Я скажу, как? Вы не знаете, кто такой Анатолий Шарий? Тогда вам и не нужно знать, кто такой Анатолий Шарий, если вы до сих пор не знаете, кто такой Анатолий Шарий. Пускай хоть сколько-то человек не будут знать об этом украинском видеоблогере, который собирается стать президентом Украины, следующим после Зеленского. А почему нет? Эта мысль только что пришла мне в голову. Она вполне реальна. Я даже думаю, что она еще более реальна станет, когда партия Анатолия Шария пройдет в Думу. Нет, не в Думу. В Верховную Раду Украины. Я вас заинтересовал? Или не заинтересовал? Думаю, что интерес какой-то должен появиться. Итак, начинаем читать этот материал. Материал подготовлен и взят с сайта Сергея Голубицкого. Это очень довольно-таки известный для меня автор. С ним знаком с его публикациями еще 10 лет назад. И мне очень импонируют его публикации. Но именно эта публикация мне как-то не очень нравится, потому что мне кажется, он довольно-таки поверхностно прошелся по этому слою. Но хотя, конечно, объять необъятное невозможно. И взять все самое ценное и нужное. Каждый берет сам для себя, определяет это. То, что ему ценно, то, что нужно. И мы можем только прочитать и поспорить с этим автором. Итак, начинаем читать. Полный текст статьи без справки редакции. Политическое влогерство и феномен шария. YouTube. Это площадка для видеоразвлечений. Тем удивительнее выглядит на ней появление политического контекста. Что делают в YouTube люди, выбирающие столь непопулярный формат для общения с аудиторией? Откуда эти люди взялись? Для чего они растрачивают талант в сферах, заведомо невыгодных? Меня эти вопросы никогда не оставляли равнодушным. Поэтому, надеюсь, читателям пригодятся накопленные наблюдения. YouTube изначально создавался как коммерческий проект. Все на YouTube все это про деньги. А значит про развлечения. Потому что только развлечения способны принести серьезные деньги в визуальном формате. В YouTube все завязано на количестве просмотров. Однако платят видеоблогерам, так называемым влогерам, не за их продукт непосредственно, а за рекламу в нем выставленную. Соответственно, чем шире тематика, тем охотнее рекламодатели размещают рекламу. Тем выше доход влогера, тем популярнее его влог. Не удивительно, что самые массовые тренды в YouTube это музыка, юмор, в первую очередь приколистика. Удовольствие от созерцания глупых и неуклюжих реакций обманутых людей эксплуатировалось во все тяжкие еще со времен средневековой комедии дель арте. Смакование модных трендов, подглядывание за частной жизнью знаменитостей. В общем, все как везде и во все времена. По тем же причинам политика на YouTube такой же маргинальный жанр, как и в повседневном быту. Это общее правило, однако, наблюдается отличие, обусловленное языковым и региональным своеобразием. Обыватели в благополучных странах политикой вообще не интересуются. В США подавляющее большинство обитателей не читают федеральную прессу и не смотрят федеральные каналы, за исключением ситкомов и вечерних юмористических шоу. Хотя я с этим бы, наверное, не согласился. В моих диалогах с американцами, так они, в общем-то, не проще посмотреть на политические передачи. Политическая жизнь в США для населения начинается и заканчивается локальными новостями. Отдадим должное в своей поместной жизни люди энергичные и активные. Демонстрируют заинтересованность и ангажированность. Обсуждают проекты властей, муниципалитетов и графств. Бытовые потрясения, тем или иным боком затрагивающие политику. Проявление расизма, миграционный кризис, полицейский беспредел и т.п. Непопулярность политики в англоязычном ютюбе объясняется не только безразличием населения, но и избыточностью самой площадки. Традиционное телевидение от частных каналов до публичных и федеральных покрывает все спектры политических мнений, предоставляя трибуну любому, кто способен держаться в рамках социального договора, не оскорбляет, не дискриминирует, не выказывает агрессию. Как следствие, единственная политическая ниша в англоязычном ютюбе – маргиналы, табуированные в мейнстримном видеопространстве. В первую очередь, конечно, речь идет о конспирологах вроде Алекса Джонса. Алекс Джонс. Кто такой Алекс Джонс? Это Алекс Джонс. Он пользуется массовой популярностью у невротизированной части населения. Непонятно. Если он пользуется массовой популярностью у невротизированной части населения, то это говорит о том, что невротизированной части населения очень много, потому что если бы ее было так мало, то, наверное, была бы не так сильно массовая популярность у него. Что-то тут не совсем так предвзято мне показалось. Однако его постоянно банят в ютюбе, с чем могу согласиться. Поэтому он вынужден ежедневно менять аккаунты, чем я могу вполне согласиться. Из-за этих неудобств сегодня на его канал InfoWarsShow подписано 553 человека. Стойкие фанаты, успевающие отслеживать клоны трансляции. Честно сказать, InfoWarsShow на ютюбе я не нашел. Нашел действительно клоны, на которых подписано 250 человек. На персональном сайте Алекса Джонса InfoWars.com в шапке красуется длинный список свежезабаненных видео. Шапку эту я не нашел. На самом же ютюбе число просмотров не превышает 100-300 просмотров. Ну, честно сказать, там было побольше, когда я смотрел. Там и тысячи, и десятки тысяч были. Проиллюстрировать невостребованность политического формата в англоязычном ютюбе можно двумя цифрами. У двух самых популярных корпоративных каналов, вещающих в политическом формате Bloomberg Politics и C-SPAN, 95 и 30 тысяч подписчиков соответственно. Количество горячих просмотров, то есть в течение первой недели после эфирова от 1 тысячи до 20 тысяч. Дабы читателям было легче ориентироваться в цифрах на ютюб-канале 23-летней американской веселушки и трогательной кривляки Лизы Каши, почти 17 миллионов подписчиков и около 2 миллионов горячих просмотров. Молодец, Лиза Каши, я бы сказал Лиза Кошка. Все это рубеж, который достигается размыванием чисто политического контекста, нескончаемой юмориной и ситкомовскими трюками. Разумно предположить, что популярность политической тематики в видеоформате концентрируется в тех языковых и государственных зонах, где есть проблемы с полноценным политическим дискурсом в официальном телевизионном эфире. Проиллюстрировать это предположение мне бы хотелось на примере близких нам территорий политического влогерства России и Украины. Точно. Сделать это будет тем более любопытнее, что ситуация в названных странах разительно отличается. Чем же она отличается? Начну с утверждения, которое может показаться читателем новой газеты парадоксальным. В российском сегменте ютюба сегодня практически нет политического влогерства. Не потому, что нет влогеров, а потому, что нет самого политического дискурса. Еще бы было понять, что такое политический дискурс. Политического вроде понятно, а что такое дискурс, вот уже непонятно. В свою очередь политического дискурса нет потому, что нет на него спроса у населения. Да, у него нет спроса у населения. Аргумент «власти душат свободу» не работает, потому что ютюб не местное телевидение, которым легко манипулировать. Потому, что все гораздо банальнее. Нет спроса, соответственно, нет предложения. Нет спроса, нет предложения. А мы зачем тут работаем? Вы меня не просите, а я работаю. Интересно. Предложение есть, наверное, и спрос появляется. Сегодня все российское политическое влогерство сошлось в одной точке. Канале Алексея Навального. Только хотел об этом сказать чуть-чуть пораньше. 870 тысяч подписчиков, действительно, меньше миллиона, даже 900 тысяч кое-как натянул. 25-750 тысяч горячих просмотров. И похоже, что эти цифры отражают суммарную меру интереса российского общества к политике. Хотя, конечно, честно сказать, некоторые вещи Навального набирает и побольше 10 миллионов. Или там даже около 20 миллионов. Ролик про «Он вам не Димон» Алексея Навального набрал. Ну, это показатель интересный, но странный. Потому, что моя племянница, которая поклонница Навального, она говорит, Как только выходит новый ролик Навального, я сразу его включаю, ставлю лайк и он крутится. Зарабатывая тем самым очки Навальному и какие-то центики копающие. А что там внутри, я даже не смотрю. Вот такие вот высокие отношения в этой политике. Продолжаем, продолжаем. Когда-то был канал Вячеслава Мальцева. Вы помните Мальцева такого? Я что-то там смотрел. Который даже в лучшие свои времена поражал удивительно тоскливым форматом и конспирологическо-националистической начинкой. О предельном непрофессионализме влогера. Нудный бубнеж на полтора-два часа в каждом выпуске. Сегодня, после релокации демиурга за пределы отечества, канал народовластия влочит совсем уж маргинальное существование. Всего 45 тысяч подписчиков и 25-50 тысяч горячих просмотров. Ну, наверное, так и есть. Мне он, в принципе, сам не нравится. Я его и не смотрю. Для Проформи следует, наверное, помянуть еще Бесогон ТВ Никиты Михалкова. 192 тысячи подписчиков и 400-500 тысяч просмотров горячих. Ну, не совсем это так, конечно. Не могу согласиться. Бесогон существует очень давно, очень давно. И там ситуация была года три назад, четыре назад. Очень тяжкая. И просмотров там было хрен да маленько. И в Дудя вспомнили Юрия Дудя. У него 5 миллионов подписчиков и 4-10 миллионов горячих просмотров. Хотя ни тот, ни другой канал не является политическим по определению. Формат Дудя – интервью с российскими знаменитостями, среди которых изредка попадаются политики и работники идеологического фронта. И именно эти эфиры оказываются самыми неудачными. Неудачными, да? Неудачными эфиры с Жириновским? Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что весьма удачный был. Дай с Киселевым неплохой эфирчик был. Разговоры с матерящимися Парвеню с тяжкой судьбой завоевателя. Ну, вы знаете, кто такой Парвеню? Если не знаете, то я тоже не знаю. С тяжкой судьбой завоевателя, завоевательниц столиц удаются явно лучше и пользуются несравненно большей популярностью у зрителя. Да-да, помню, осмотрел какого-то черта под названием Фейс. Как они там матерились. Мне, конечно, было неприятно, но мне саму хотелось их послать подальше. И вот таким вот многоэтажником, что называется. Нашли чем удивить. Ну, что сказать, молодежь 20 лет. Все впереди, ничего позади нет. Формат Михалкова – это зеркало, в которое автор перманентно смотрится с неподдельной любовью и восхищением. Да, смотрится с восхищением. Ну, у него все четко, да, телефончики, статуйчики. Если в зеркале имелкнет что-то политическое, то смахните морок. Это была не политика, а мысли Бесогона, а таковой. Странно, у них там что-то не в каждом политике идет. Сергей, вы о чем вообще? Вы не смотрели Бесогона, наверное? Или так, заголи по заголям. Совсем иначе обстоят дела на Украине. Жанр политического влогерства там чрезвычайно популярен. Причем именно в русскоязычном сегменте, который полагает себя обделенным на официальных каналах украинского ТВ. Полагание это вполне оправдано, поскольку украинский телеофициоз эпохи Порошенко – это 1. Малобюджетная калька с продукцией старшего брата, брата имеется в виду Америки, на голубом глазу которого оппозиционный политический дискурс допускается лишь как объект шельмования. И 2. Русскоязычное самовыражение дискриминируется на самом пещерном уровне. Ну и есть такое, да, могу согласиться. Пример популярного политического влогерства даже не украинского, а мирового уровня. Мирового уровня. Несомненно, канал Анатолия Шария – 2 миллиона 100 тысяч подписчиков и 800 тысяч 1 миллион горячих просмотров. У политических оппонентов Шария масштаб скромнее. К примеру, Мирослав Олешко – 126 тысяч подписчиков и 30-200 тысяч просмотров. Ну и есть там еще другие русскоговорящие влогеры. Александр Семченко, Карабас канал и еще кое-кто работает в жанре. У них 100-300 тысяч подписчиков и просмотрят там 100 до 100 тысяч, до 200 тысяч. Ну хорошие есть ребята, хорошо работают, молодцы. В самом деле, оппоненты Шария работают в жанре животного национализма и базарной брани. Народ же, вопреки иллюзиям интеллигенции, всегда предпочитает инстинктивно держаться в стороне от маргинальных эксцессов. Проблема, однако, в том, что Шарий и сам не брезгует аргументами, так называемые ад-персонам, без которых не обходится ни один эфир. Не буду защищать Шария, он ругается и матом, но он это все дело запикивает. Что, слава Шарию. Остается заключить, что высокая популярность влогу Шария обеспечивает не политическая ориентация дискурса, опять этот дискурс, а его несопоставимо более высокий профессиональный уровень журналиста. Как бы там ни было, моя реплика не о Шарии, как о конкретном персонаже, а о политическом влогерстве. Поэтому постараюсь говорить о его визуальном продукте именно в контексте успешности самого жанра. Национальное и культурное своеобразие, несомненно, играет первую скрипку в роли, исполняемой видеоблогером. Однако, универсальные принципы социальной мифологии никто не отменял. Поэтому не будет привлечением сказать, что именно мотивации и фобии толпы определяет успех или неуспех либо любого лидера самого движенца, будь то в реальной политической борьбе или на популярном шоу. Успех в глазах широких народных масс складывается из умелого соединения трех компонентов. В претендент на лидерство обязан. Первое. Говорит только о том, что интересует массу, а не его лично. Второе. Выглядит точно так же, как выглядит народ. Причем делать это надлежит как на внешнем уровне, выбор одежды, пресловутая, пролетарская кепочка, ленина и жестикуляция, так и на внутреннем обороте речи, лексика батенька, машенька, кисочка, логические конструкции, стереотипы, трафареты, убеждения и ведения спора и прочее. Это что у нас, четвертое что ли? А нет. Третье. Да, обладать некой изюминкой, которая бы однозначно выделяла из толпы. Эта изюминка может быть чем угодно, от ленинской картавости, сталинского акцента и босоногости Ганди, до подкупающей придурковатости самого популярного влогера планеты шведа Пьюдюпая, мачизма Чавеса и звериной жестокости Пабло Эскобара. Если кто запамятовал, это наркобарон, по совместительству работал еще и народным героем. Спешу верить читателя, что перечисленные атрибуты лидерства изобретены не мной, а уже добрые полвека выступают аксиомами в социальной мифологии и психологии масс. Поэтому предлагаю их не оспаривать, а принять на веру и продолжить наше наблюдение. Вот не надо все на веру-то принимать, надо все, как говорится, через себя пропускать, все продумывать. Поэтому это все может привести к неправильным выводам, хотя наблюдения могут быть правильные, верные, что называется. Вернемся теперь к Анатолию Шарию и посмотрим, что обеспечило феноменальный успех его видеоблогу на ютюбе. Полагаю, читатель уже догадался, куда я веду. Шарий талантливо и умело задействовал все атрибуты лидерства, какие только обеспечивают популярность в глазах по-настоящему массовой аудитории. Во как! Какой уж тогда на самом деле Анатолий Шарий, если он задействовал, все задействовал. Да, копаем дальше, читаем, точнее, читаем дальше. Анатолий Шарий предстает перед камерой всегда в чудовищном понесу радости, прикидем. Ибо трудно поверить, что состоятельный человек добровольно красовался перед камерой в спортивном костюме Адидас, пестрых полосатых полу или майках с оттянутым воротом, как бы не взначая обнажающий бусты татуировок. Зачем так одевается Шарий? Ответ. Затем. Что сотни тысяч его преданных подписчиков узнают в таком прикиде собственную повседневность. Таким образом Шарий выполняет непременные условия социального лидерства. Быть как все. Быть как все. Будь как все. И у тебя все получится. Хочется так сказать. Второй условий популярности – наличие изюминки. Здесь у Анатолия Шария богатый арсенал. От шахидской бородки до соотслуженной репутации крутого и бесстрашного журналиста-следака, который вывел на чистую воду дюжины околовластных педофилов, воров, взяточников и просто бандитов. И все это под тяжелейшим прессингом власти и сфабрикованных дел, которые закончились для Шария статусом первого украинского политического беженца в Евросоюзе. Отчаянность Шария. Согласен, отчаянность Шария и присутствует. Это то, что рядовые русские и украинцы не смеют вообразить в собственной биографии. И эта отчаянность на грани безбашенности, соглашусь, абсолютно соглашусь, безусловно обеспечивает его мифологическому образу печать эксклюзивности. Да, соглашусь, что он безбашенный. Наконец, третий закон социального лидерства. Дискурс. Опять это слово дискурс. Что оно значит? Понять не могу, но может быть пойму потом. Зацикленный на темах. Дискурс зацикленный на темах интересных, доступных и понятных широким народным массам. Между прочим, это самое сложное и почти непреодолимое условие для представителей русской и украинской интеллигенции. Вот так вот. Как и для меня. Я так и не усвоил, что же это такое слово дискурс. Хотя считаю себя частью русской и возможно даже украинской интеллигенции. Мозги нации, в кавычках, физиологически не в состоянии говорить о чем-либо, выходящем за рамки персональных интересов. В лучшем случае интересов своего сословия, которое с таким отчаянием вырывалось из пуд мещанского бытия, что теперь ни за какие коврижки не желает добровольно возвращаться в ставшее на неродным болото. По этой самой причине ни у Мирослава Олешка, ни у Никиты Михалкова нет ни малейшего шанса достучаться до сердца и души. Ну, про педагога Мирослава Олешка ничего сказать не могу. А у Никиты Михалкова да есть у него достукивание до сердца и души большого народа, невзирая на весь их популизм и патетику. И не важно, что пафос Олешки животно-националистический, а у Михалкова имперский. А у кого нет имперского пафоса? У всех есть имперский пафос. Даже я смотрю на украинцев, у них полно имперского пафоса. Я им так и говорю, вы что там, империю что ли создаете? Ну-ка быстро отдали Крым императоры всей Руси. Ни тот, ни другой, равно как и подавляющее большинство остальных ютубовских русского, тем более украиноязычных влогеров, не умеют и не могут и не хотят говорить о том, что волнует реально народные массы. И тот, и другой с головой погружены в личные интересы, амбиции и переживания. Это все про Мирослава Олешка и Никиту Михалкова. Тут надо осмыслить, честно скажу. Так сразу не могу согласиться или не согласиться. Может кто-то и прав, а может и не прав. Шарий с удивительным актерским чутьем умеет абстрагироваться от собственной индивидуальности и вживаться внешне и внутренне в чаяния народа. Внешне и внутренне в чаяния народа. Да он просто живет в этом народе, в этой политике, в этом государстве. Он говорит то, что каждый день проговаривается на миллионах украинских кухонь. Вот так вот. И именно поэтому на его канал подписаны миллионы. А Петро Порошенко не удержался даже на стадионных дебатах, чтобы не помянуть Шария недобрым словом. Да, есть такое. Шарий подложил ему свинью под шоколадного зайца. В заключении хотел бы дополнить помянутый в начале парадокс всей изложенной информации. Если кто-то решил, что стоит проявить смекалку, усвоить нехитрые трюки народного лидерства и наступить на горло своей интеллигентской песни, как он тут же станет популярным политическим влогером в России, вынужден разочаровать. Ничего не получится. Вот так вот. Это мне что ли сказано? Ничего не получится. Посмотрим, посмотрим. Не получится по причине, которая перевешивает все имиджмейкерские ухищрения. В России сегодня нет никакого политического дискурса. В принципе, опять дискурс. Скука можно. Не упоминай. Дискурс сую. Ровно как нет аудитории, способной подобный политический дискурс усваивать. Второй раз уже. Дискурс усваиваю. Контраргумент. О засиле политики на российском телевидении не работает. Здесь просто происходит подмена понятий. Политический дискурс – это то, что мы наблюдали 19 апреля на стадионе в Киеве. Причем не на сцене, а на трибунах. Вот так вот. А то, что каждый день происходит на российском телевидении, называется другим словом пропаганда. Вот так вот. Политический дискурс – это то, что происходит в Киеве. Причем не на сцене, а на трибунах. То есть не важно, что происходит на сцене, а важно то, что происходит на трибунах. То есть на сцене может произойти все, что угодно, но главное – на трибунах. Это есть политический дискурс. Что-то я совсем запутался, и голова у меня распухла. Похоже, без традиционной российской привычки без бутылки не понять, тут нам не обойтись. Вот такая интересная публикация. Что вы думаете, дорогие друзья, на этот счет? Надеюсь, вам было интересно, наблюдательно, познавательно познакомиться с такой публикацией. Я думаю, что у Сергея Голубицкого есть еще публикации, они гораздо более продуманные, интересные, на экономические темы. Я обязательно вам их прочитаю и обсудим. Всего хорошего, до скорых встреч!